Вот, так чья энергия? Правильно! Молодец, правильно догадалась? Это энергия Ленина! Да, это его энергия! Да, это звучит, конечно, дико и неправдоподобно, но если бы мы сейчас начали крутить тарелочку, вот как знаете, вот этих вечно писателей, то Пушкина, то Лермонтова, Ну, фантазии мало, лучше бы еще Гоголя вызвали, он бы порассказал бы. Вызывание, вызывание духа. Так вот, если бы мы с вами сейчас поиграли вот в эту тарелочку, кто об этом слышал, когда садятся? И даже играли. И вы не вызвали бы дух Ленина, то вы бы услышали только это, что надо, вот это то, что писалось везде, как слоган пролетарии всех стран, соединяйтесь. А вы бы ему ответили, Владимир Ильич, так пролетариев уже не осталось. Все он олигархами заделали, на мерседесах ездит. А Ленин вам бы ответил, все равно соединяйтесь. Потому что главное это соединиться. Да, коллеги, я сейчас не шучу. Дух этого человека, не знаю откуда, где он там пребывает, в аду, не в аду, но энергия этого человека и подпитывает третьего коня. Первого тоже, который чисто красный. Но больше Ленину бы хотелось не снова разгромной революции и непонятно, что потом. А зачем все ломать, когда можно просто, ну как бы, восстановить то, что когда-то было? Это проще, чем все опять разрушить и непонятно, что дальше. Это проще восстановить ту модель, которая уже была. И ведь Советский Союз создали именно эти три республики. Помните, потом все остальные добавились, кто добровольно, кого насильно, но изначально это был союз этих трех России, Украины и Беларуси. Поэтому это дух Ленина за этим стоит. И это значит, а это сильный дух. Он подпитывается энергией Мавзолея, подпитывается по Астрогороду особым положением Мавзолея, вот этими энергиями. Все это подпитывается, поэтому третий конь силен. Я предлагаю сейчас закрепить весь пройденный материал на примере вождя, который, в общем, у нас есть все данные о нем. И, собственно, почему бы, почему бы нет. Мы все знаем. Я имею в виду и группу крови, и цвет глаз, и рост. Ну, то есть, нет данных, которых бы нам не хватало, чтобы все это проанализировать. Повторюсь, то, о чем мы говорим, может показаться полным бредом. Я про воссоединение стран бывших советских на новом витке истории. Но это далеко не бред, потому что у России есть главный аргумент. Чей хлеб едите? Чей хлеб едите? Если наш хлеб едите, ешьте, но, значит, живите по нашим правилам и устам. Поехали. Что нам нужно? Нам нужно проанализировать планеты, в первую очередь, в натальной карте. Натальная карта у нас есть. Он был, про это я вам уже рассказывал, человек со второй группой крови. Поэтому по таблице вы смотрите на него, как на человека, у которого была вторая группа крови. Мы будем сейчас с вами выписывать показатели, ну и как бы приходить к важным выводам. К важным выводам о том, удачно он родился. Ну, то есть, его вторая группа крови подходила под этот гороскоп или, увы, не подходила. Вот этот вопрос мы будем с вами задавать в первую очередь. Так, где же он у меня? Вот он. Поехали. А какая планета главная для второй группы крови? Венера. Венера. Итак, подводим, подводим к Венере, нажимаем правую кнопку мышки и сразу получаем фиаску. Почему фиаску? Скорость, скорость. 83 процента. А главная планета, помните, должна иметь максимальную скорость, чтобы с такой группой крови. Понятно, что если бы у него была другая группа крови, не вторая, мы бы про Венеру так сильно не переживали бы. Но родился со второй группой крови, будь добр иметь скорость Венеры выше скольких? 100 процентов. А нет, значит готовимся к неприятностям. Со здоровьем. Со здоровьем, разумеется. Значит готовимся к неприятностям со здоровьем. Готовясь к нашей сегодняшней встрече, я снова пересматривал многие материалы про Ленина. И мне так понравилось, что некоторые люди, которые с ним встречались и оставили свои воспоминания, потом о нем письменные, они написали, не сговаривая с друг с другом, черту, характерную для вот этого асцендента, что он все время щурился. И вот этот прищурился, они заметили это, это же вот фирменная черта какого знака на асценденте, скорпиона, да, они прям воспоминания. Да, что вот это вот, они думали, что он щурится из-за близорукости, а он увидел хорошо, очки-то не носил, он щурился по скорпионьи, чтобы показать, что я все про вас знаю, все ваши секреты, все ваши слабые места мне известны. Итак, Венера, к сожалению, пролетела. Следующая планета какая? Для второй группы крови. Меркурий, да, Меркурий, так что, о, Меркурий радует, 168, то есть у Меркурия скорость огроменная, ну в общем, да, он был большим мыслителем, очень интеллектуальным человеком, высочайшая скорость Меркурия, но для второй группы крови это как раз положительно. Следующая планета Юпитер. Юпитер, проверяем Юпитер. Так, порадует ли нас Юпитер? Юпитер нас тоже радует, коллеги. Скорость Юпитера 100, если округлить, 170%. Вот Юпитер порадовал. Венера очень нас огорчила, а дело в том, что поскольку Венера, плюс, да, главная планета для человека со второй группой крови, если было наоборот, Венера была бы выше 100, а Юпитер, например, или Меркурий меньше 100, это было бы лучше, потому что если страдает главная планета, главная первая по списку идет, все это помнят, вы ее прям в кружочек обведите в каждой группе крови, помните? Ну как для первой группы крови это Марс, для второй Венера, для третьей Сатурн, для четвертой Юпитер. Первая, главная планета. Очень важно, чтобы главная планета, скорость в гороскопе была выше 100%. Все это запомнили. Это вот важнейшее правило. Но дальше есть планеты, которые наоборот должны быть в аутсайдерах, а могут они тоже иметь высокую скорость. Могут. И это тоже принесет вред здоровью. Давайте их проверим. Для второй группы крови это, соответственно, будет Марс и Сатурн. Да, Марс и Сатурн. Мясное и молочное. Да, Марс оказался не в меру резвым, 134%, что неуместно, так или нет, неуместно для человека с второй группой крови, надо иметь Марс меньше 100%. А если Марс был бы ретроградным, было бы еще лучше. Вы помните, что планеты из нижней строчки, если они ретроградны, это для здоровья приветствуется. А если ретроградны хорошие планеты, это крайне не приветствуется. Но у Ленина Венера, Меркурий и Юпитер не ретроградны. Вот Марс не ретрограден. И мало того, еще и имел очень большую скорость, 134%. И осталось проверить Сатурн. На этом, собственно, работа с гороскопом завершится. И Сатурн-то как раз у него ретроградный. И, конечно, поскольку он ретроградный, скорость ретроградных планет, конечно, очень низкая. Можно ее даже не проверять, потому что понятно, что она маленькая. Но это мы как оценим? Очень положительно. Так или нет? То есть то, что для здоровья. Итак, у нас получилось, три планеты хорошо, две плохо, и одна из них, к сожалению, главная. То есть я хочу сказать, это еще не худший результат. У кого хуже, чем у Ленина? Все наоборот получилось. Те, которые должны быть быстрые, оказались медленные, а которые должны быть медленные, оказались быстрые. Это не идеальный вариант, но бывает и похуже. Что мы делаем дальше? Дальше мы должны вспомнить историю про цвет глаз. У Ильича глаза были калины. Это видно, не знаю, вам видно или нет. Вот сейчас я подбирал именно цветную фотографию, чтобы было видно, или портрет. Но и даже если бы чернобелую, многочисленные очевидцы, так сказать, не очевидцы, а современники, да, это в воспоминаниях писали. Что у него были карие глаза, а один даже написал, что когда он щурится, такое ощущение, что из глаз вылетают какие-то чертики. То есть взгляд Ленина, ленинский прищур, но тут он не щурится вот на этом портрете, а так он, в общем, любил это делать. Слушай, Советский Союз это его детище, это вершина его, как бы, ну вот вообще всех, так сказать, жизненных усилий и стремлений. Он же человек был очень умный. Видели Меркурий какой? Он понимал, что революция это не самоцель. Ну разрушили все. Нельзя жить в разрухе, надо в хаосе, да. Революция это средство было достижения главной цели. Построить новую страну, которая бы жила по коммунистическим законам, а такой страной и был Советский Союз. Поэтому его дух мечтает не о революции очередной, а о воскрешении именно той вот страны. Так что посмотрим, коллеги, вы на всякий случай далеко свой этот партбилет не выбрасываете. У кого он был, или комсомольский значок, будет повод, будет повод книжицей потрясти, если что. Если третий конь одержит победу в историческом соревновании с первыми двумя, которые чисто красный и чисто белый конь. А теперь про цвет глаз. Итак, глаза у него были карии. Мы изучали глаза очень долго и подробно. Вы помните, что Венера курирует зеленые глаза. Меркурий какие? Или ничего не помните? Ничего не помните. Меркурий какие? Серые. Юпитер голубые. Марс карие. Они как раз асатурн черные, которые преобладают у азиатов, потому что они вот и есть те несчастные, которые сейчас погибают от этого вируса нового. Они люди с третьей группой крови и черными. У них черные, ну почти черная радужная оболочка. Такая бывает только у азиатов. Коллеги, про группу крови мы говорили так, про цвет глаз мы говорили так. Цвет глаз соотносится с планетой. И в идеале это должна быть планета и хорошая по твоей группе крови, и со скоростью выше ста. Что у него получилось? Нежелание. Полный прокол. То есть ему нельзя было с карими глазами рождаться никак. Во-первых, потому что для второй группы крови Марс враждебная планета. Но даже может быть, что у тебя вторая группа крови карие глаза, но у тебя Марс с высокой скоростью, эту ситуацию бы улучшало. То есть тут выравнивало, да. А тут получается, что у его карие глаза Марс полностью, к сожалению, оказался в проколе. То есть ему нельзя было иметь карие глаза с таким Марсом и со второй группой крови. Тут произошла полнейшая нестыковка. Я напоминаю, что мы цвет глаз соотносим с планетой и по всей группе, и конкретно по ее скорости. Если, допустим, у него Марс имел бы скорость высокую, как вот он ее имеет, то в данном случае получилась бы ситуация иная. Мы идем дальше с вами и переходим к динамическому гороскопу. Итак, динамический гороскоп. Я вам рассказывал, что он у вас у всех есть в программе по нумерологии. Кстати, в моих планах эту программу дополнить двумя разделами. Если это случится, я прежде всего предложу ее мастер-классу, ну ее новую версию, разделом вот этим по крови, ну чтобы оно все само обсчитывалось. И во-вторых, разделом по авиации. Помните то, что мы изучали вот эти расчеты все по авиации, чтобы все это здесь было. Но пока что это в планах, не знаю, как получится, а пока что я обвожу его дату рождения, и мы получаем динамический гороскоп. Но только здесь этот динамический гороскоп в таком еще неразработанном виде, он называется у нас семидневный код. То, что на самом деле называется динамический гороскоп, это специальный, это уже нумерология, когда число и месяц, напоминаю для тех, кто не помнит, не слышал, это надо так сделать. 2204, это 22 апреля, на калькуляторе умножить на 1870. И получится семизначный ряд чисел, и там каждое число соответствует определенному дню недели, первое число соответствует тому дню недели, в которой человек родился. А мы как астрологи знаем, что каждый день это день определенной планеты. Вот это и называется динамический гороскоп. И теперь вот эта штука соотносится опять же с группой крови, кроме субботы и воскресенья. Потому что суббота и воскресенье, они не учитываются. Это дни светил, а в анализе группы... Понедельник. Да, я оговорился, суббота, конечно. Кроме не субботы и воскресенья, а кроме воскресенья и понедельника, конечно же, да. Я просто взял по шаблону выходные. Мы, разумеется, мы не учитываем воскресенье, это день солнца. Солнце не учитывается в анализе группы крови. И мы не берем понедельник, потому что это день луны. А вот все дни между понедельником и воскресеньем, здесь получается пять дней, от вторника до субботы. Мы их учитываем. Каким образом? Очень просто. Например, вторник 4. Вторник день Марса. Снова смотрим в таблицу. Марс положительная планета или отрицательная? Отрицательная. Нет, для группы не по скорости, а для группы крови. Отрицательная. А значит, надо, чтобы числовой показатель Марса, он был бы меньше пяти. Он меньше пяти? Он меньше пяти. Поэтому мы продолжаем расставлять плюсы и минусы. Мы с вами сейчас все это уже сводим воедино, всю информацию. Итак, сейчас у каждой планеты появится еще один плюс или минус. Понятно или нет? Эти плюсы и минусы, это было по скорости. Это мы брали из натальной карты. А теперь мы добавим плюсы и минусы, исходя уже из нумерологического расчета, который называется динамический гороскоп. Итак, Марс это планета вторника. На вторник у него выпала четверка. Это меньше пяти. Учитывая, что Марс планета враждебная, мы Марсу ставим что? Плюс. Понятно почему или нет? Это хорошо, что показатель вторника оказался меньше пяти. Потому что Марс конкретно для него враждебная планета. Среда это Меркурий. Восемь, высокий показатель, самый высокий. Меркурий для второй группы крови положительная планета. То есть у Меркурия появляется второй плюс. Не знаю, все-таки понятно или нет, что мы сейчас делаем. Четверг, Юпитер, вообще вот ноль. А Юпитер для второй группы крови планета положительная. Значит, Юпитер сейчас получит что? Минус. Да, Юпитер получит минус из-за нуля. Из-за нуля. Вот у меня и есть идея дополнить этот раздел, чтобы вам это все по крови. Чтобы вам оставалось только ввести группу крови натива. И хороший результат. Хороший. Хороший. Хлопой. Почему хлопой? Венера главная планета для второй группы крови, а там меньше пяти показателей. Венера второй минус заработала. Так или нет? И Сатурн, это суббота. Сатурн как раз сейчас заработает. Что? Плюс. Второй. Плюс. Потому что, потому что Сатурн враждебен второй группе крови, а в его расчете день Сатурна суббота получил всего там единичку. И в итоге у нас с вами, что получается? У нас получается два минуса, два плюса, еще раз два плюса, плюс-минус, плюс-минус. Итого получается сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Плюсов. И четыре минуса. Но у нас десять, поскольку пять планет учитывается, и у каждой планеты по два показателя, вот эти плюс-минус, то всего у нас тут десять показателей. И мы потом в финале смотрим, сколько ты набрал плюсов, сколько ты набрал минусов. Сколько набрал минусов. И уже окончательно делается после этого вывод. И так получилось, что он набрал больше плюсов, нежели минусов. Еще раз, коллеги, вы поняли, как или нет? Больше плюсов набрал, нежели минусов. К сожалению, это не помогло ему прожить дольше. Но, прежде всего, я скажу почему. Почему все-таки организм с нагрузками не справился. У главной планеты, всегда обращайте особое внимание на главную вашу планету. Для первой группы крови это Марс, мясоеды. Для второй группы крови овощееды, это и фрукто-пожиратели. Это Венера. Для третьей группы крови молокососы, это Сатурн. И для четвертой группы крови рыбоеды, это Юпитер. Да, главная планета, к сожалению, дважды подвела скорость ниже 100%. И тут пятница оказалась с цифрой 4. А надо 5 и больше, что непонятно. Это итоговый анализ. Это как бы мы соединили с вами всю информацию. Кстати, про глаза. Я немножко вас запутал. Еще раз. Карий цвет глаз. Мы глаза смотрим с двух сторон. Во-первых, ну, планета, связка с планетой, это сразу однозначное. Карий значит Марс. Во-первых, Марс хорош или плох для этой группы крови? Тут отрицательное значение. Марс плох. Но скорость-то Марса, там минус стоит. Почему? Потому что скорость Марса была высокая. И этим карий цвет глаз высокой скоростью Марса компенсировался. Компенсировался высокой скоростью Марса. То есть, если бы у Марса скорость была бы ниже 100 и карий глаза, то наоборот бы получалось ухудшение. То есть, плюс-минус по глазам, плюс-минус получается. Плюс-минус по глазам получается. Но плюс-минус нам погоды не сделает. Значит, коллеги, что в итоге? В итоге у нас вот так. Давайте запишем финальное правило. Касательно роста. Во-первых, пророст, это мы с вами знаем и без крови, это фактор генетический. Нужно это понимать. Фактор генетический. Между прочим, что касается... Ну, то есть, тут понятно, что он пошел в маму. Потому что его папа Илья Николаевич был выше среднего роста. А мама была миниатюрная. И ростом он пошел в маму. А его старший брат, которого казнили, Александр, он был высоким. Да, то есть, они разные там все получились. Разные. Но вот как раз Ленин пошел ростом в маму. Так вот, правило такое. Если получилось больше плюсов, чем минусов. Если получилось больше плюсов, то для человека положительно, положительно, чтобы его рост был выше среднего. Здесь нет конкретных цифр. Здесь нужно понять, какой средний рост для этой популяции. Вы же понимаете, что это для всех индивидуальный. Если сравнивать, например, каких-нибудь островных аборигенов, допустим, с нациями африканскими, которые все двухметрового роста, ну, как правило, то мы получим очень противоречивые показатели. Итак, если у человека больше плюсов, вот для себя ради интереса все это посчитайте, посмотрите. У вас получилось больше плюсов или больше минусов? Если больше плюсов, то человеку для долголетия лучше быть выше среднего роста, но среднего роста в его популяции. В его популяции. Не в абсолютных числах, а среди его, так сказать, соплеменников, зная средний рост. Если у человека больше минусов в итоге, чтобы прожить дольше, ему лучше иметь рост ниже среднего. Ниже среднего. Если больше минусов. Так скажите, Ленин, как вот вы, я могу вам и абсолютные цифры его назвать, но так чисто визуально, он был... Средний рост. Выше среднего? Нет. Конечно, ниже. Нет, ну, коллеги. Конечно, да. Он был ниже среднего роста. Он был ниже среднего роста для европейской части России. А это играло, опять же, за или против. Против него. У кого больше плюсов, тому лучше быть выше среднего роста. У кого больше минусов, быть ниже среднего роста. А все третьи группы, нет. Рост сравнивается не с группой крови, а рост сравнивается со своей популяцией. Со своей популяцией. Ты человек в своей популяции выше среднего роста или ниже. То есть это нужно такую же таблицу иметь, но я вам ее, к сожалению, не предоставляю, вот как я вам по группам крови, чтобы по популяциям знать, какой рост среди этих народностей. Понятно это или нет? Да. Вот. А может как быть? У вас больше плюсов, например, а вы ниже среднего роста, это хуже. То есть быть ниже хорошо, когда у тебя больше минусов. Дело в том, что когда больше минусов, то так общим выводом и судьба сложнее, и здоровье хуже. Но ты ближе к земле, и это как-то компенсирует. А когда у тебя больше плюсов, ты можешь от земли смело... Понятно это или нет? Непонятно. От земли подальше оторваться, то есть быть выше среднего роста по своей популяции. Никто не знает средний рост европейской популяции. Опять же, да, кстати, он у мужчин и у женщин тоже отличается. То есть это понятие еще от пола зависит. У мужчин он один, у женщин он другой. Плюс вот... А? Правильно, метр семьдесят. Правильно. А Ильич был 1.6 там с чем-то, да. То есть он был ниже среднего роста по своей популяции. А у него больше плюсов оказалось. Вот и это тоже сыграло против него. То есть видите, коллеги, такие тонкие параметры.